Под председательством главы региона в Тольятти прошло первое объединенное заседание общественных советов, которое в течение последних двух месяцев формировали жители города. Это первичные объединения, которые должны осуществлять прямую связь с губернатора, с народом. И на них сегодня возлагается основная миссия в наведении порядка в городе. Теперь осталось понять, насколько она выполнима. Разбирались наши корреспонденты. Два с половиной месяца в Тольятти шло голосование, работали 124 пикета. На улицах, на проходных крупных предприятиях, в микрорайонах было 800 кандидатов. Выбрали 104 активиста, которые будут защищать интересы людей на своем же заводе, на той же улице или в том же доме. У общественных советов будет прямая связь с губернатором. Теперь от каждого зависит решение городских проблем, как частных, так и стратегических. Сегодня невозможно быть конкурентоспособным ни компанией, ни стране. В данном случае, если говорить, в конкретном случае, региону, городу, если не будет вовлечено как можно больше людей в те процессы и в решение тех проблем, которые в том или ином месте, или в той или иной компании, или в том или ином регионе надо решать. Если нам удастся здесь, в целом по области, сделать так, что мы будем очень чутко, очень гибко реагировать на запросы людей, реагировать, я имею в виду решать проблемы какие-то большие или малые, точнее, и большие, может быть, в том числе, достаточно оперативно. Конечно, это значительно лучше и оперативнее, потом будут решаться любые проблемы. Это сегодня общий мировой тренд, крупнейшая компания мира, да и сами государства стремятся вовлечь как можно больше людей в создание конкурентоспособной среды. В Тольятти общественные советы делают лишь первый шаг. Если их работа будет результативной, этот опыт смогут перенять и другие города. Поддержка губернаторов всесторонняя. Важно теперь, чтобы самые острые вопросы были озвучены. Мы часто слышим медицина, спорт, ЖКХ и так далее. Вот вопросы культуры мало, да? Культура или совсем нет, или очень мало. А ведь в городе Тольятти нет ни одного построенного учреждения культуры. Я говорю о глобальной проблеме к учреждениям культуры и к культуре города Тольятти вообще. Культура, искусство в Самарской области, она достаточно имеет глубокие традиции. В целом культура, я бы даже сказал, вот начинается как раз с тех деревьев, не спиленных. Как она сказала, превратили в туалет, да, микрорайон или там в чего, да? Вот с этого начинается. Потом, когда мы будем подтягивать в том же эту часть, значительно больше люди будут тянуться к более высокой культуре, искусству. А что касается базы, что построить, что сделать, может быть, да, пока еще мы на конца не рассмотрели, не разобрались в деталях. Хоть хочу сказать, чтобы правильно понимали лично мое отношение какое, в Саранске было построено, построено, реконструировано три театра. Два новых и один реконструирован. В Мордовии не только это сегодня можно поставить в пример. Благодаря общественной активности, республику удалось превратить из отсталых в регион столичного типа. Такие же задачи ставятся сегодня и перед советами в Тольятти. Татьяна Дроживкина, Олег Зверев и Александр Каракулько. Новости губернии. Тольятти.